Так, я хочу зайти в Карфуд. Или куда-нибудь в Мигрос. Можно в Мигрос ходить. У меня минералка кончилась. Её только там продают. Короче, я сейчас меняла бабки на рецепшене. Это ржать. Это была секретная операция. Потому что, ну, мужчина, с которым я приехала, у него принцип такой. Если у тебя есть деньги, я тебе денег не дам. Ну, там на еду, например. Вот наша кафешка любимая закрыта ещё. По-моему, с десятилетия открывается. То есть тебе не надо. Не дай бог сделать такую оплошность и показать, что у тебя есть бабки. Я сказала, у меня нет вообще. Ну, то есть. Хотя на самом деле я привезла почти там сколько? 300 евро? 380. Ну, здесь всё очень дорого. Еда такая себе, как бы. Ну, то есть. Стейк, например, стоит где-то 500 небольшой. А, 580 лир. Вот здесь есть где-то магазин косметики. Но... Или не здесь. Но я не помню где. Маркет, маркет. Мы как-то заходили. А где, я не помню. Там, с этой стороны. У меня дело в том, что проблема с весом. Можно только один чемодан. Нельзя сейчас добавить. Билеты уже. То есть, можно только один чемодан. Который должен вмещать в себя там не больше 20 килограмм. Но когда я улетала из России, то... Они такие, типа... У вас только 10 килограмм. И я затупила. И я стояла, короче, в этом. Вот супермаркет есть. Но здесь нет косметики. Здесь алкогулка. И он стоит дороже, чем в этом. В Мигросе или в Карфуре. Рублей там на 300, например. На 400. И, короче, я такая затупила. И в итоге... Они, значит, мне... Типа, ну окей, переложите туда. И я в руках тащила, блядь. Такая прикольная штука. Блядь, я хочу себе такой. И я в руках тащила. Самолет. Хотя у меня было 20 килограмм. Она такая, покажите билет. А у меня распечатанного нету билета. Надо вот на обратном пути распечатать. Вот это такая. Кстати, гораздо удобнее вот такую хрень на башке наматывать. Так, Карфур. Ну тут нету минералки. Туда идти минут 7 пошлите. На идее, мне кажется, здесь стенки такие же, как у нас, чуть дороже. Так, что здесь есть? Давайте посмотрим. Мы уже питаемся отдельно. Не только живем отдельно, мы и питаемся отдельно. Так, есть, например, монеты? Меню, нет, нет. Нет, это просто досочки. А меню нету. Закрыто еще. Десять откроется. Пицца, кебах. Хорошо. Куфор. Нешанку. Вот, смотрите, что тут есть. Вот такое. Я все хочу хинкали. Пробовалась. Но, по-моему, тут не готовят вообще. Так, по-моему, направо нам надо. Еще есть у нас тут. Кебар. Сильвер. Цены вообще, мне кажется, неоправданно дорогие. Я не про питание, потому что питание, само собой, как бы, на ноль дороже стоит. Аптека. Маркет. Вот, кстати. Туркиш. Баранмаркет. Ну, сколько? Сколько время? Ну-ка, десять. Закрытое. А во сколько они тогда в одиннадцать, двенадцать открываются? Не пойму. Короче, здесь... Ну, вот она, турецкая, как бы, да, обувь-то у них. Я не знаю, насколько она от китайского качества отличается. Наверное, отличается в лучшую сторону. Но, блядь, не до такой же степени. Уги, например, которые у нас стоят три с половиной тысячи, здесь они стоят пятнадцать. Причем вот в таких магазинах они не делают скидки почему-то. Пиво, пиво, соль, лава. Пуасси. Вот сумки здесь клевые. Ну, сумки тоже дорогие. У меня одни очки сломались, я жопу на них села. Вторые вот остались. И, короче... По-моему, я просто с другой стороны вышла, блядь. И, короче, блядь, такие вот очки, которые у нас там, они сколько стоят. Дети я брала за кассарь. Ну, вот такие вот я брала за пятьсот. Здесь они стоят две с половиной. Ну, то есть такое ощущение, что цены завышены. Причем понятно, что все эти, блядь, духи, которые они продают и прочее, это все подделка и одежда, и обувь. Ну, берут, наверное, иначе бы они разорились. Кстати, я там плащ присмотрела за сто пятьсот. Типа Прада. Мне должны купить кроссовки. У кроссовок ценник где-то тоже получается пятнадцать тысяч. Это те, что у нас в этом смешных ценах, блядь, стоят. Тысячи две с половиной. Здесь они пятнадцать. Ну, постельное белье мне не нужно. Один хер переезжать. Здесь, а то обольют. Типа, блядь, он убирает, а я натоптала. Все страшно. Так бы он в меня попал. О, смотрите, мы уже почти дошли. Хотя нет, вру. Еще пять минут. Типа, блядь. Еще пять минут. Спасибо.